Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычное видео. Мы в проекте Мальдивы, и я пригласила сюда жителя проекта Мальдивы. Такого еще обзора у меня не было. Это Алишер. Познакомьтесь, пожалуйста. Он владелец двух квартир в этом комплексе. Сейчас мы ему зададим несколько каверзных вопросов. Если у вас, конечно же, будут еще вопросы по проекту Мальдивы к нему, обязательно пишите в комментариях. Алишер активно занимается Инстаграмом, он занимается профессиональным продвижением Инстаграма, поэтому его контакты я оставлю внизу под видео. И вы, если вам интересна эта тема, то тоже сможете к нему обратиться или пообщаться с ним в Инстаграме, если вам так удобнее. Итак, поздоровайся со зрителями. Всем привет. Конечно, на все вопросы, которые будут возникать, с удовольствием отвечу, так как наших зрителей очень часто беспокоит ситуация и на рынке недвижимости, и в Таиланде, и в Паттайе конкретно, и с визовыми вопросами. Всем, чем смогу, всем поделюсь этой информацией. А, не секретно, и приятно поделиться, конечно. Расскажи, пожалуйста, когда ты купил свою квартиру, не напугал ли тебя этот кризис, и что ты сделал в этот момент? Ну, на самом деле, две квартиры в собственности, это сказано громко, так как это на самом деле две небольшие студии. В данном проекте студии на внешнюю сторону комплекса, они меньше площадью, они по 23,5 квадрата, чем студии, которые во внутреннюю сторону двора, в сторону бассейна смотрят, они по 27 квадратов, и наши две студии мы объединили, их можно использовать отдельно, мы сейчас используем их вместе, и у нас получается такой средний one bedroom, не очень большой, и нам, в принципе, с двумя детьми, школьница и малыш трехлетний, нам этой площади хватает, нам комплекс нравится, а когда мы покупали его, это тоже был, как бы, инвестиционный такой замысел, может, чтобы приехать, пожить иногда, или чтобы деньги сохранить, и, конечно, девальвация немного нас разочаровала, но спасло то, что мы платили в расстрочку, и сумма, как бы, сама стоимость квартиры не была слишком большой. То есть, покупил ты ее, получается, до того, как рубль упал, и, в принципе, продолжал дальше платить, тебя это не напрягало, да? Да, меня особо не напрягало, тогда у нас были хорошие заработки, мы жили в Алма-Ате, и получали фиксированную зарплату, приличную, как бы, по тем временам, и сейчас нормальную. Ну, сейчас мы решили пожить, как бы, way to tie, пожить в tie, насмотрелись роликов, фильмов Вероники, и решили съезжать, посмотреть, квартира есть, живя в этой квартире, мы экономим, как минимум, 15-20 тысяч в месяц, потому что она наша, батаре. Ну, да, да. Комплекс сдался 27 декабря 2017 года. Что хочу сказать инвесторам. Самый главный мой совет, так как я немного в недвижимости занимаюсь, и так как я финансист по образованию, самый главный совет, если вы сомневаетесь, не колеблитесь, нужна ли вам какая-то квартира или не нужна, узнаете ее месячную ставку аренды, умножьте ее на 15 лет. Вот рассказывает, да. И если получившаяся сумма будет меньше суммы продажи, то это выгодно. Если больше, то проще жить в аренде. Другими словами, стоимость квартиры не должна превышать 15 лет арендов. И как проект Мальдивы, он выдерживает эти каноны? Ну, честно говоря, я думал, что ставка аренды дневная или месячная будет выше, поэтому я думал, что наш проект будет окупаться за 7-10 лет. Приехав, пожив здесь, я понимаю, что месячная и дневная ставка аренды в Паттайе ниже, чем в Европе или в США. Ну, конечно, это людям и на руку, и это хорошо. И я могу сказать, что не обязательно что-то покупать, можно жить в аренду смело в любом месте мира, тем более Таиланда, и ты не развиваешься. Как мы и так и делаем. Я в последнее время за аренду. Мы вообще очень сильно сомневались, что они что-то достроят. И когда я покупал, я сомневался, я высказал это продавцам. Говорю, у вас 7 или 8 проектов в процессе строительства. Я не уверен, что вы что-то построите. Покажите мне готовый проект. Меня повезли на Протамнаке. И мы походили, посмотрели, действительно, построились. И к тому же мне дали хорошую рассрочку по тайской квоте. Там мне нужно было 2 трети платить в конце. То есть я нес риски только на 1 треть. Если бы проект не построился, я бы потерял 1 треть денег. Тем не менее, мы переживали и уже просто молились, лишь бы я не построил. Потому что они на сколько задержали? На полтора года, по-моему? Года на два задержали. Но я подкопил денежек и принес их потом. Мне дали больше времени скопить денег. То есть ты договорился, чтобы у тебя такие классные условия были? У них была акция. Это были майские праздники. И на вот эти недорогие студии, на внешнюю сторону, была суперцена. 1 миллион 49 бак. О, миллион 49 тысяч бак. Я за 1200 брала, по-моему, у меня было 26-25. На тот момент это был всего лишь миллион рублей. Представляете? Это было, да, ну, долларов 50 тысяч, так и осталось, 30-33 тысячи. Два, получается, юнита, две студии мы купили примерно за 66 тысяч долларов. И для сравнения, нас также возили Grand Caribbean, показывали One Bedroom. Он стоил примерно 100 тысяч рублей. Ага, хорошо, давай перейдем к самому проекту. Тебе показывали, как и мне, очень красивые картинки Мальдивы, проекта, там все витало. Мы купились на дерево Тарзана у нашего дома, его как такового сейчас не получилось. Да, вот расскажи, пожалуйста, ожидания, реальность. Ну, если посмотреть макет проекта, он везде доступен, и на сайте его можно посмотреть. Например, на крыше предполагалась зона барбекю с бассейнами по колено. А, вот это на всех крышах, да, по-моему, что-то там было. Это была полная глупость, я сразу думал, что это полная чушь. Ни на одних, ни на одном, по-моему, вот такого плана резондах нет. Абсолютно нелогичное выкидывание денег, и, может, крыша на восьмой этаж протечь с этим бассейнами. Поэтому я, если это не будет построено, я думал, оно и получше. И оно? Не построено. Не построено. Потом домик Тарзана, я думал, какая удивительная вещь. Там должна была быть горка такая, спускаться, как вот. С этого прямо. Ее, скажем, сегодня будет. Ну, там сейчас три беседки, но это близко немного, не то даже. Вот это домик Тарзана, да, о котором ты говорил? По факту из трех беседок состоит. Да, то есть должна была быть один, там что-то какая-то барбекю-зона, насколько я помню. Нет, не барбекю-зона, бар. Там огромное дерево, и вокруг него какие-то конструкции. Я боялся за безопасность, что она, как бы, неустойчивая. Но она, вот. Это то устойчивая. Теперь она очень устойчивая. Кроме того, очень много стояночных мест. Ну, мне без разницы, но людям, как бы, которые купили на бассейн, заплатили за это дополнительные деньги, особенно на первый этаж. У них у некоторых выход на стоян. Не на бассейн. Не на бассейн. Да, смотрите, вот как сделаны вход на первый этаж. То есть здесь нет никакого дверцы, ограждения, калиточки. А сразу просто заходи, и всё. Вот, пожалуйста, душик. Но здесь прикольно. Мне здесь очень нравится. Комфортная такая вот обстановка. Очень уютно. Немного остались разочарованы. Почему? Они не хотели вот на дорожку попасть. Они хотели песок, да? Они хотели сразу попасть на бассейн. А, на бассейн. То есть здесь его, получается, сузили. Вообще, получается, нету квартир? Есть. Есть, да? Посмотрим тогда. Получается, мы видим варианты квартиру, которые могут выйти сразу в бассейн. Но у них нету лесенок. Как в других проектах, здесь нет лесенок. А там у каждой квартиры есть лестница, да? Да. Ну, а, допустим, в Гранд Карибен у каждой квартиры есть лестница. Кроме того, это настоящий бассейн с крутыми бортиками. А предполагалось, что это будет, как в первой лагуне, есть такой плавный вход. Да, такого не сделали. Такого не сделали. И даже нашел быть искусственная волна и песок, искусственная волна. Ну, видимо, где-то должны были это сделать. И должен был быть плавный такой скат, чтобы было бы удобно детям маленьким. Да, вот в Гранд Карибен, где я жила, небольшая ремарка, там мне как раз тот момент нравился, что я могу ребенка так отпустить. И, в принципе, да. А вот это вот большой бортик, это как бы не очень комфортно. То есть тут такого варианта нет, да? Такого варианта нет, и поэтому нашему трехлетнему сыну пришлось научиться плавать. Тоже плюс. Да, тоже плюс. Самое главное, достроились. Бассейн отличный, нам все нравится. И верхний бассейн. Нижний бассейн очень большая водяная площадь. И что хорошо, между домами достаточно расстояния, чтобы вода прогревалась. Отлично, это, кстати, очень важно. Допустим, в Амазоне в том же... Ну, не знаю, на что Атлантис, но в Амазоне точно всегда холодная вода, да, да, потому что там совсем узко. Вот здесь у нас на втором уровне всегда хорошая теплая вода, когда сильно жарко днем, и хочется где-то по тенечкам подплавать, мы спускаемся на первый уровень. Там уже есть водяная горка, водопад. Еще горки же будут стараться? Еще будет одна горка на центральном входе строится. Будет одна горка сейчас? Вот здесь, да, будет горка? Да, вот здесь. Ага, понятно. Это центральный вход, здесь красивая беседка. Образцовая беседка. Да, образцовая беседка для Мальдива. Комару. Да, круто. Классно. Я неровно на ней не лежал, конечно. Ну, по ней видно, что на ней уже лежали. Так уже немножко есть. Сауна мы любим погреться. Да. Иногда дождливые дни, да. Да, что-то мы с тобой, конечно, сели прям под этот... Сегодня хорошо, хоть можно погреться на солнышко себе, да. Сауну, да, мы любим. А когда обещают сауну? Ой, сауну, когда будет неясно. А вот я помню, что мне было интересно. В проекте была такая какая-то небольшая площадка для машинок. Да. Да, картинги тоже абсолютно нелогичная вещь. Я думал, ну, даже зачем их построить, это что кто-то будет содержать, они будут треветь, тут мешают под окнами, да? Ну, я лично так не думала, потому что, наверное, девочка, я думала, ну, круто, картинки будем кататься. Я думал, интересно, платно, бесплатно. Ну, сын там, у меня старшимся на 15 лет. Нет, 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 нет. У него нет, это стоянка, это стоянка. Да, здесь радостно в Таиланде, что сразу подразумевается паркинг, там его покупать не надо отдельно. И, то есть, всем все хватает. Если ты на автомобиле приедешь, в любое время дня и ночи ты найдешь место, и, возможно, это место будет прямо около подъема. Возможно, тайское правительство молодцы, что есть какие-то квоты на это дело. Потому что, допустим, в Сочи, где я тоже 8 месяцев прожила, там, конечно, кошмар. Стоит огромную-огромную свечку, и никакого паркинга вообще не подразумевает под этих людей. Может быть, это секрет в том, что большинство ездит на байках. По моим ощущениям, проект, разница его, да, в том, что мне показывали, сегодня я вижу этот проект в первый раз, то, что здесь все упростили, ну, в плане строительства. Все стало какое-то квадратное. То есть, раньше было такое природное все, и природа наполненная, и вот этот цвет домов такой бледненький. То есть, он был намного ярче. Грубо говоря, все оптимизировали, все косты, все расходы порезали, шли, чтобы достроиться, да, раздали. Но в целом, в целом, все равно, очень большая акватория. Мне намного больше нравится здесь уютнее, чем в Атлантисе, допустим. Есть где поплавать. Есть где поплавать, и зелено, и зелено, да, очень хорошо зелено. Хорошо, давай. Так, здесь Infinity получается бассейн на втором этаже, а под этим вторым этажом у нас тренажерный зал и всякие комплексы для продажи, да? Хорошо, он сильно не перегревается. Так, давайте посмотрим тренажерный зал проекта Мальдивы. Три беговые дорожки, два эллипса. Ну, в общем, нормально так рассчитано на много людей. Так, вот этот супер-мульти-тренажер и хороший набор всяких разных гантелек. О, жим! Жим – это хорошо. Жим лежа, жим стоя, всякие разные жим. Не везде есть жим. Да? Да. Мне главное, из инфраструктуры рядом ничего особо нет. Жаль, конечно, пока. Я хожу в деревню строителей за водой, там стираться. А здесь нету водомата? Ни воды, ни стиралки нет, ни кофе нет, ни продуктов, ничего нет. Как бы, нужен байк. Вот у меня сейчас и байк, и машина, и машина арендная все есть, и велосипед есть, и ходить мы не боимся, я могу избегать за хлебом. Хорошо, расскажи, пожалуйста, по качеству самого ремонта в квартире, как бы, был шоурум, в который вы все ходили, и, соответственно, мы видели в шоуруме, нам показывали, какое будет качество отделки. Шоурумы есть практически у каждого проекта, вот, расскажи, пожалуйста, в этом плане. Все как в цивилизованной стране, все готово, купил простыни, живи. Одеяло, тарелки, ложки, супер. Но, в принципе, где-то что-то по качеству есть нарекания. Ну, конечно, когда чистовая отделка, и ты к этому подходишь так, как будто тебе бригада сделала ремонт за деньги. И она тебе должна. Да, она тебе по кругу жизни обязана. Ты начинаешь где-то что-то придираться, ходишь в ПКСК, или как можно назвать ЖКХ, говоришь, у меня там что-то там поломано, скрипит, толкается, приходит в стране, подмазывает. У тебя какой, например, мы хлопали вот этой дверью на балконе, там начинает трескаться по тихоньку. А что? Штукатурка. А, между, между двумя... Нет, вот у стены, когда ты хлопаешь дверью, от сотрясения штукатурка немного трескаться. Потому что она же на салазках, двигается быстро, может сильно ударить. Ну, мы вызывали пару раз нам замазывали. Стол очень громоздкий, нам не нравится. Как будто мы живем на вилле, этот стол стоит, и здесь его 10 лет никто не будет двигать. Для маленьких этих квартир, это такой неоптимальный вариант. Диван неудобный, не раскладывается, мы от него избавились. Ну, да, да. Пришлось покупать диван, который там раскладывается. Ну, это потому что у вас нужно было помнить на спальное место? Нет трансфера. Был трансфер, у нас обещали бесплатный трансфер на пляж. На пляж, да. На электромобиле, ну, хоть что, хоть как возить. Хоть тук. Год назад был тук-тук по 10 бат, он делал круг через Колизей, через Тепразит, на Джунтьен и по трем лагунам выезжал. Можно было и в Иннеград, и на Джунтьен, там он через Иннеград, потом выезжал сюда, он решался. Раз в час ездил. Потом, видать, это было неокупаемо, они его убрали. Неудобно, конечно. Ну, да, на самом деле с детьми вообще неудобно. Если вы, конечно, молодой, на байке, то вообще все равно. А так в глубине района, конечно, все близко, если так относительно смотреть. Но пешком одинокой девушке, там, может быть страшно, собаки могут облазить. А тогда еще последний вопрос. Сейчас бы тебе показали готовый проект, да, и сказали, хочешь здесь квартиру, ну, допустим, по той же цене, которую ты тогда, да, положил деньги. Ты бы купил, или бы ты обратил внимание на какие-то другие проекты? Ну, учитывая то, что я купил по выгодной цене, я бы подумал, ну, наверное, купил, учитывая то, что мы здесь живем. Если бы я жить здесь не собирался, я бы не купил, так как на аренде здесь не разрешено. Спасибо большое. Если у вас, как я уже сказала, есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. И давайте дальше будем продолжать смотреть проект, посмотрим, как тут все устроено, посмотрим квартиры. Ну, все, пока. Пока, Путя. Итак, дорогие друзья, мы переместились в квартиру проекта Гранд Карибио. О, Гранд Карибио. Итак, дорогие друзья, мы переместились в квартиру проекта Мальдивы. Сейчас мы с вами посмотрим 2-бедрум, и потом еще посмотрим 1-бедрум. Я нахожусь как раз в 2-бедрум. Это квартира 74 квадрата. 2-бедрум, это значит, что в ней две спальни. И сейчас я сижу в центральной части, это как бы зал, объединенный с кухней. Обстановка здесь, в проекте Мальдивы, везде одинаковая, плюс-минус, да, какие-то мелочи. Но мебелировка и отделка везде была одинаковая, поэтому если вы увидите эту квартиру, то примерно с той же вероятностью вы можете понимать, что все остальные квартиры примерно так же выглядят. Вот такой вид здесь на город. Вот это вот улица Тибразит мы видим. Вон она, вон там сухой вид, горы, хороший вид. Давайте посмотрим, что есть интересного в самой квартире. Итак, в зале у нас стоит диванчик. Такой вот диванчик, в принципе, здесь может полежать ребенок, и подушки убираются, но сам диван не раскладывается. Столик журнальный, тумбочка с телевизором, кухонная зона, большой стол, он объединен из двух столиков небольших. В принципе, удобно, если вы хотите это как-то по-другому расставить, то, пожалуйста, большой стол превращается в два маленьких. Отличный холодильник, очень большой, микроволновка, чайник, встроенная плита, хорошая столешница из черного камня, а на ней не будет оставаться следов. Перекольная мне нравится, большая тоже раковина, с красивым изливом. У меня дома, к сожалению, не такая большая раковина, это неудобно, маленькая раковина. Все есть для отдыха, тарелки, ложки, вилки, здесь вот вытяжка, крутой холодильник вообще, отлично, все новое. В этой квартире никто не жил, да? Жил? Кажется, что никто не жил. Первая спальня, здесь также есть телевизор, кондиционер, такая вот большая двухспальная кровать, две тумбочки. Большой шкаф, очень красивенький такой шкафчик с сейфом и ванна. В квартире две ванные комнаты, хорошая, мне нравится сантехника, такой настоящий туалет, такой серьезный. Здесь душевая, душ тропический и обычный душ, как мы любим. Вот здесь так интересно сделано под углом, угол комнаты скошен, что визуально, мне кажется, увеличивает. Основную часть квартиры, да и маленькая, становится какая-то более интересное такое пространство. Есть вторая ванная комната. Здесь, в принципе, сантехника ровно такая же, как и там. То есть там вы можете использовать это как мастер-бедрум, да, комната для родителей, в которой они спят, и там уже есть ванна. А это такая общая ванна, то есть обычно она используется либо для детей, либо для гостей. И вторая спальня. Такой же у нее совершенно формат, размер. И тут также есть дверь в туалет. Тоже такой же, ровно такой же большой шкаф, но здесь нет сейфа. Квартира полностью укомплектована для отдыха, так что можете смело писать на почту, указанную под видео, и сбронировать ее. Цена зависит от срока аренды, а также от сезона, когда вы снимаете. Поэтому пишите на почту, уточняйте свои даты, когда вы собираетесь приехать, сколько у вас будет человек, вам обязательно ответят, сколько будет в это время стоит эта квартира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok